Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames. И, насколько мы знаем, что сегодня были сняты эмбарго. Так что можно делиться информацией о стресс-тестах грядущего обновления 6.5 The Isle of Rima. Да, немножко вам расскажу. Собственно, хочется рассказать некоторые информации касаемо этого. Что творится в закулисье. Все будет сказано по поводу последней сборки, о которой единственное, к сожалению, можно рассказать. Но, окей. Хочется начать с больного места. Это оптимизация. Unreal Engine 5. Итак, новый движок в игре я еще не увидел. Возможно, в новой сборке, которую я для вас буду стримить, на нем будет пятый движок. Хотя, не уверен. Качество света, теней, графика, все на высоте. Оптимизация есть. Многие также писали о ней и вели разговоры на тестах. На моем ПК, честно скажу, стабильно 60 фпс. Сборку моего ПК многие знают. Если не в курсе, все в описании под любым стримом. Появилась возможность системы реплеев. Большая куча графических настройок и просто большого бомбезного описания конфигурации игры. Давайте пробежимся по новым видам динозавров. Цератозавр. Начнем с того, что я, конечно, ждал долго. Церровый в Риме это настоящий 100% монстр-каннибал. Его скорость отжува равняется скорости улитки. Но способность есть гнилые кости и получать с этого бафа не проблема. Собственно, цератозавр питается практически всем на острове, что может найти. Достаточно хорошо видит ночью. Цера достаточно голодный динозавр, которого постоянно придется, наверное, отправлять в поисках какого-нибудь пропитания. Давайте расскажу немножко о его механике. Инфицирующий укус, который был добавлен. Как я уже сказал, питается всем, и чем более гнилой была его еда, тем быстрее он, в принципе, заполняет свой желудок. Вокруг желудка появляется теперь серый ромб, то есть у вас появляется инфицирующий укус. Во время питания фон иконки голода также теперь заполняется. У цератозавра нет переедания, так же как у динозуха. Время от времени цератозавр начнет издавать звуки рычания и потряхивания головой. Это означает, что наш рот настолько забит бактериями, что мы можем нанести просто бомбический урон. Каждый такой укус имеет шанс на отравление противника, что заставит его встать на месте и начать тошнить прямо посреди какого-нибудь файта. Гроза карнотавров? Однозначно да. Многому, конечно, еще нужно будет учиться, но мы сможем. И, кстати, вес монстра как раз те, о которых многие спорили ранее, тонна 200. Еще у цератозавра появилась новая иконка принюхи. Он видит рвотные массы, так сказать. То есть мы можем выследить оппонента, которого инфицировали. Вроде я так понял, я вспомнил момент, когда накусывал бедного карнотавра. Бейпиазавр. Человый спокойный геймплей за данного динозавра, что можно было ждать в Рима, в принципе. Но мне очень понравилось. Прыгает как дельфин в воде, более выживаем, чем на суше. Питается как растительностью, так и рыбой. Очень быстро перемещается в воде. Из-за чего динозухи не особо представляют для него угрозу. Своё имеет особое ночное зрение. Особенно под водой. Видит каждый камушек или бревно. Особая способность ходить по дну рек, зацепившись когтями. Честно признаюсь, меня за время тестов ещё ни разу не сожрали динозухи, играя за этого милашку. Когти Бейпи. Да, особое оружие в умелых руках. Джувы Церы юты в расход. Галимимус. Честно признаюсь, за кого больше я играл на тестах, именно этот товарищ. Галимимусы быстрые, очень самые. При нажатии на единичку, то есть крик под циферкой 1 на вашей клавиатуре. Галики развивают гиперзвуковую скорость. А если в команде нас много, это гарантирует, что их вообще не поймаешь. Карна по скорости уступает галикам. Кстати, по запахам Галимимуса. У него также появилась новая иконка на компасе. Он может чуять кроличьи норки. И которые мы можем рыть. Сделано это для будущих обновлений. Ведь, по сути, он всеядный. Разоритель будущих некоторых гнезд. Питаться будет яйцами. Но в будущем, так мне объяснили разработчики, у него есть теперь фирменный удар. С ноги бьет очень больно и сильно левой ногой и правой при ходьбе. Беги. Эффект пружины есть. Помните, о котором я вам рассказывал в одном из выпусках новостей. То есть, упав с высокого склона, у вас есть возможность не переломать ноги, а просто отпружинить от поверхности земли. Кабаны, олени и некоторые юты отлетают теперь как щепки. Кстати, по поводу последних. Они нехоти пытались вступить с нами в файт на одном тесте. Либо вообще, короче говоря, сторонились. Траодоны. Что хочется рассказать про них. Достаточно быстрые, шустрые, прошаренные, малые. Тяжело заметить в густой растительности. В траве, да еще и ночью. Сам по себе траодон, как мне показалось, слаб. Если ты один или вас трое. Но вот толпой это достаточно будет смертельно. Это ночные хищники. Как правило, собираться огромными пати и выходить ночью на охоту в поисках жертвы. Самое то. Да. Обладает самым лучшим ночным зрением на данный момент игры. Ядовитые укусы. Я выделю эту способность траодона, но и в целом как механику. У траодона есть наскок абсолютно как уюты. Имеет три стадии укусов. Первая стадия это малое отравление. Вторая стадия это среднее отравление. Третья стадия это цель получает намного больше урона яда от прыжков. То есть, ваши укусы в наскоке теперь накладывают один яд. С этого момента урон всех траодонов по этой цели вырастает на некоторый, так сказать, множитель. Между накоплением эффектов должно пройти не более 30 секунд. Иначе эффект яда начнет просто ослабевать. Каждый следующий ядовитый укус накладывает множитель урона. В таком паке группа траодонов в принципе становится невероятно опасным врагом. Однако, нужно понимать, что соло вы ничего не добьетесь. У вас не более трех укусов подряд. Стамину такие прыжки тратят достаточно быстро. Любая ошибка для траодона летальна. Поэтому действовать нужно быстро, слаженно и с пониманием ситуации. Лимит до этого, я помню, был 10. Посмотрим, что сделают разработчики. Будет ли переделана пати. Кто-то из тестеров умудрялся побеждать в пачке 5-6 особей Тенота. Не знаю. Честно, мне пока это не удавалось. Напомню. Траодон имеет лучшее обширное ночное зрение при хороших диетах. Мы видим так же хорошо, как и днем. Подмечу еще, что траодоны офигенные пловцы по рекам Исласпира. Так что да. Короче говоря. Стримы и ролики будут позже, когда стресс-тест сервер запустится. Где мы с вами многое что нового сможем рассмотреть. Ну а сейчас обязательно поставь пальчик вверх и подпишись на канал. Да. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры сделал DimaTorzok